Ну, Стас, у меня такой вопрос. Я сейчас держу разум. Можно ли мне чистить зубы пастой для того, чтобы изо рта не шел неприятный запах? Я не хочу, чтобы другим было неприятно со мной общаться, из-за того, что у меня воняет рот. А второй вопрос такой. Мы же ночью просыпаемся на сухур, ближе к трём. А в те дни, когда у нас с супругой есть близость, и мы не успели взять гусль с вечера, нам утром как делать? Нужно брать гусль до сухура? Или можно сначала покушать сухура, а потом уже брать гусль и приступать к намазу? Вот это я хотел бы узнать. Заранее вам спасибо. Пусть Аллах будет доволен вами. Во время голодания изо рта может появляться неприятный запах. Но это происходит не потому, что у вас проблемы с зубами, а скорее всего, из-за пустого желудка. Когда желудок пуст, у человека начинают выделяться различные неприятные запахи. Однако не нужно брезговать от этих запахов. Потому что пророк, саллаллаху алейвасаляма, сказал, что этот неприятный запах, который выделяется у человека во время поста, для Аллаха лучше, чем запах мускуса. Следовательно, постящимся людям не стоит сильно переживать по этому поводу. Потому что это происходит не по их вине, а из-за желудка. Этот запах означает, что ваш желудок отдыхает во время голодания. Вы можете для устранения запаха почистить зубы мисфаком или зубной пастой, но этот запах все равно будет выходить. А насчет того, что вы спросили, если ночью у вас была супружеская близость, нужно ли вам брать гусль перед сухуром, когда у вас осталось всего 10-15 минут. Нет, это не так, уважаемый брат. В жизни нашего пророка, алейиссаллаху ассалям, был подобный случай. Однажды во время Рамадана он имел близость с супругой, а когда настало время сухура, он просто встал, помыл лицо и руки, потом покушал сухур, и уже после того, как наелся, он неспеша взял гусль и отправился на намаз. Значит, и вам можно так делать. Если у вас ночью была близость, вам нужно утром просто помыть лицо и руки, потом сесть покушать сухур, а потом, закончив с едой, вы можете спокойно брать гусль для намаза. И это будет правильно. Аллах ассаляму алейкум. Валейкум ассаляму варахпалай варакату. Я сейчас в дороге, ага, еду с Токмака в Бишкек, слушаю ваш эфир в машине, очень интересно. Спасибо вам. У меня тоже есть к вам вопрос. Как вы и сказали ранее, во время урозы, где-то после обеда у меня начинает пахнуть изо рта. Я не привык, чтобы у меня воняло изо рта, а также не люблю, когда у других воняет. Если чувствую запах, сразу беру щетку с пастой и полоскаю рот. Вот насчет этого скажите мне, пожалуйста, если чистить зубы пастой, пост нарушается или как? Спасибо вам за звонок. Если паста не уходит в горло, тогда пост не нарушается. Но есть опасения, что она станет мокро. Сколько бы вы не полоскали рот, запах все равно будет, потому что он идет из желудка. Чтобы запах совсем исчез, тогда вам нужно будет заблокировать желудок. А это невозможно сделать, поэтому запах по-любому будет. Если вам совсем неприятно, вы можете воспользоваться освежителем для рта или зубной пастой, чтобы как-то перебить неприятный запах. Однако вы должны понимать, что этот запах не от того, что у вас грязные или гнилые зубы. Он выходит из желудка. Когда желудок пустой, он начинает выделять такой неприятный запах. Однако просто так без причины нельзя полоскать и чистить рот, а также жевать жвачку и пробовать еду на вкус. Но в экстренных случаях это разрешается, иншаллах. Пусть Аллах примет наши посты и не опозорит в судный день. А если вы для устранения запаха будете чистить рот мисфаком, это даже сонно. Вопрос, можно ли во время поста полоскать рот? Полоскать рот без всякой на то причины нежелательно, но если вам совсем тяжело и вы мучаетесь от жажды, вы можете прополоснуть рот холодной водой, а потом выплюнуть ее. Однако глотать остатки воды нельзя, шариат запрещает это. Вопрос, иногда днем очень неприятно пахнет рот, можно ли почистить его зубной пастой? Да, такое бывает, когда желудок остается пустым, из него начинает выделяться неприятный запах. Этот запах называется халюф. И перед Аллахом он считается лучше и приятнее запаха мускуса, амбры и любого другого аромата. Поэтому не нужно переживать из-за этого. Однако если вам противно, вы можете почистить рот мисфаком или на крайний случай зубной пастой. Многие улемы считают, что чистка зубной пастой нежелательна, поскольку у нее есть вкус, и этот вкус может проникнуть к вам в горло. Поэтому на крайний случай вы можете воспользоваться зубной пастой, но так, чтобы ее вкус не проникал в горло. В этом случае наш шариат дает добро. Ураза может наступить и в зимнее время, и в летнее. Как, например, в этом году Рамадан пришелся в разгар летней жары. И человек, соблюдающий уразу в любое время года, тренирует свой дух и становится сильным и выносливым. Это поможет ему впоследствии справляться со всеми жизненными невзгодами и трудностями. Наш пророк, алейиссаляту ассалям, передает священные слова Аллаха. Все мои рабы знают, какую награду они получают за свои поклонения. Но награду за пост никто не знает, кроме меня. Бывает такое, что человек во время уразы прикидывается постящимся, хотя на самом деле он не постится. Люди не могут знать, постится человек или нет. Все другие поклонения, такие как намаз, закат и хадж, очевидны. Люди видят вас. А пост – это такое поклонение, которое не видно для других. О нем знаете лишь вы и Всевышний. По этой причине именно пост является поклонением искренних людей. Особенно в жаркие летние дни. Если человек терпеливо переносит пост ради довольства Аллаха, несмотря на жару и сильную жажду, это свидетельствует о высокой степени его веры и религиозности. Во время уразы есть сунне – принимать утренний сухур. Если мы постимся без сухура, наш пост может стать порицаемым, уважаемые мусульмане. Есть еще одна деталь – это запоздание сухура. Чем позже мы принимаем сухур, тем считается лучше. Второй сунной во время уразы считается использованием сфака в течение дня. Еще одна важная вещь во время месяца Рамадан, уважаемые братья и сестры, это воздерживать себя от сплетен, злословия, споров, а также не проводить время впустую, развлекаясь в парках или других прохладных местах. Но вместо этого быть почаще в мечети, читать Коран и получать религиозные знания. Кроме этого, ифтар – разговение тоже является сунной в шариате. Субтитры создавал DimaTorzok